Вновь время новостей на канале Хабар ДС4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Полицейские и спасатели страны продолжают работать в усиленном режиме. В связи с неблагоприятными погодными условиями практически на всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение. К этому моменту закрытыми для всех видов автотранспорта остаются 49 участков в 9 областях страны. Это почти 25% всех дорог республиканского значения. Снег, сильная метель, плохая видимость стали основной причиной для ограничения движения на автотрассах. В МВД предупреждают, что ситуация на автодорогах в настоящее время крайне неблагоприятна и просят граждан воздержаться от дальних поездок. За ночь из-за снежного плена столичные спасатели вызвали 19 человек. И несмотря на предупреждение о закрытии трасс, люди выехали из Нурсултана в сторону Акмолинской области. Всего же с начала года чрезвычайные службы спасли 62 человека. И сегодня из-за ухудшения погодных условий все трассы из Нурсултана закрыты. По сообщению КАЗ «Гидромета», скорость ветра сегодня усилилась до 23 метров в секунду. Также метель сопровождает гололедица. На номер 112 за ночь поступило больше 1600. Звонков 85% из них спрашивали, когда же откроют трассы и будут ли занятия в школах. Не учатся, к слову, сегодня с 1 по 11 классы ученики из-за погодных условий. Городские маршруты, маршрутные автобусы не заезжают на некоторые остановки. Отмечу, что все службы работают в усиленном режиме. Этой зимой в столице как никогда выпало много снега. В декабре осадков выпало в полтора раза больше, а за один январский только день на Нурсултана обрушилась половина месячной нормы осадков. Сейчас работают все спецслужбы, все коммунальные службы, в которых сейчас задействовано свыше 2000 человек, 1200 специальной техники. В том числе 70 единиц техники спасательной работают в округе города и работают около 130 человек только спасателей. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нурсултана призывает жителей следить за информацией об изменениях в погодных условиях, а также ДЧС рекомендует сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям. Между тем, из-за плохих погодных условий 32 рейса задерживаются в международном аэропорту Нурсултана. Больше половины самолетов не могут прилететь в столичный воздушный порт по причине позднего прибытия из других городов. А вот улететь из нашей столицы не удается сегодня 15 рейсов, среди которых маршруты по международным направлениям в Ташкент, Москву, Варшаву, Стамбул и Франкфурт. Задерживаются также и внутренние полеты до Актобеи и Кустаная. В целях безопасности во время сильных порывов ветра не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью, отметили в пресс-службе аэропорта города Нурсултана. Но между тем, он продолжает работать в штатном режиме. В Акмолинской области за минувшие сутки на дорогах спасено 84 человека. Из снежных переметов эвакуировано больше 20 автомобилей. Среди них и машины скорой помощи. К примеру, в районе села Борисовка от Басарского района спасателями отбуксирована карета скорой, в которой находились 4 человека. Не смогли проехать месту назначения и медики города Есиль. Силами сотрудников ДЧС машина была эвакуирована на очищенный участок дороги. Всего в пунктах обогрева области было размещено свыше 30 человек. По словам спасателей, непогода в регионе сохранится еще как минимум несколько дней. На сегодняшний день, на 23 число, штормовые предупреждения сохраняются. Дороги на данный момент остаются закрытыми. Поэтому мы просим всех жителей Акмолинской области и гостей воздержаться от поездок и следовать рекомендациям спасателей. Больше 50 человек вызвалили из снежного плена спасатели на севере страны. Сложные погодные условия сохраняются в юго-западных районах Шалакена, Габита-Мусыреповой и Айртауска. По словам специалистов, циклон постепенно смещается в сторону Мамлюдки. Из-за бурана закрыто 6 участков республиканских дорог и еще несколько областных трасс. На территории региона круглосуточно работают свыше 300 пунктов обогрева. В областном центре ситуация пока стабильная. Все силы средства мобилизованы. Циклон будет у нас охраняться до субботы. В этой связи мы в усиленном режиме работаем вместе с дорожными полицейскими. С начала года за весь период мы уже спошли более 60 единиц техники, более 200 человек. Непогода захватила в плен и Карагандинскую область. Сегодня там отменены занятия в школах, ограничено движение по всем трассам междугороднего значения. На выездах из Караганды уже скопилось порядка 500 автомобилей. О ситуации на трассах население информирует с помощью СМС-рассылки. И тем не менее за минувшие сутки спасатели эвакуировали 47 человек. Это водители и пассажиры авто, выехавшие в дорогу еще до закрытия трасс. На дорогах дежурит больше 130 единиц техники и еще около 200 тракторов и грузовиков задействовано на расчистке дорог. Из-за бурана видимость за городом практически нулевая. Непростое движение и на заснеженных городских улицах. На сегодняшний день вся высокопроходимая техника департамента передислоцирована на наиболее сложных районах нашей области, где своевременно, оперативно привлекается прогноз, пока на этой неделе снегопады сохраняются и скорость ветра от 10 до 15 метров в секунду. А вот в Актюбинской области в снежном плену оказались более 200 автомобилей. Самая крупная спасательная операция проводилась в Муголжарском районе на трассе Актубе-Астрахань. Там в снежном заносе находились сразу 70 машин. Всего спасатели эвакуировали с занесенных снегом дорог свыше 170 человек. 28 из них дети. Накануне в регионе из-за ухудшения погодных условий были закрыты все трассы областного и республиканского значения. В сегодняшний день, вот сами видите погоду, погода изменчивая. С утра, в принципе, все дороги сейчас начали открываться. В настоящий момент остаются закрытыми два республиканских трассы. Это Актюбе-Орск и Кандагач-Атрау. Дороги в настоящий момент открыли. Если будет ухудшаться погода, сегодня также будем закрывать трассы. Дорога Назарбаева предложила сократить дублирующие функции квази-государственных компаний. В рамках подготовки к парламентским слушаниям председатель Сената провела ряд встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли. Участники обсуждали наращивание экспортного потенциала казахстанских производителей и рост цен на отечественном рынке. Нарьяна Назарбаева отметила, что товаропроизводителям сложно попасть на местные прилавки. Цены на продукты значительно завышены из-за невыгодных условий крупных торговых центров и из-за отсутствия регулирования наценки. По ее словам, посредники накручивают стоимость на 200-300% и предложила ввести государственный контроль в вопросах ценообразования, особенно на товары первой необходимости. Население продукты питания на продукты первой необходимости, на картофель, на гречку цены пошли вверх, на рис. Вот почему столько делаем, субсидируем, вроде бы вкладываем, и всякие программы у нас есть, и дорожные карты есть. А ситуация-то не улучшается. И получается, что Росцен съедает все те меры государственной поддержки, которые окажутся сегодня социально уязвимым слоям населения. Летные испытания нового ракетного комплекса «Батерек» планируется начать в 2020 году. Сегодня в Сенате депутаты одобрили закон о ратификации поправок в соглашении с Россией о строительстве данного комплекса. Проект реализуют на базе ракет-носителя «Союз-5». За ее создание всю ответственность несет российская сторона, на расходы которой превысят, к слову, 900 миллионов долларов. Казахстан, в свою очередь, обеспечит модернизацию наземной инфраструктуры комплекса «Зенит-М». Для этих целей его выводят из аренды. По словам представителей профильного ведомства, для этих работ потребуется более 200 миллионов долларов. Комплекс будет непилотируемый. Это означает, что космонавты с данного старта не полетят. Предполагалось то, что этот комплекс будет пилотируемый. На сегодняшний момент российская сторона предложила казахстанской стороне отказаться от пилотируемости. Что позволит на сегодняшний момент, во-первых, экономическую эффективность вложенных средств улучшить. И, плюсом ко всему, сокращает затраты казахстанской стороны. Первоначальные затраты предполагали 314 миллионов долларов. Сегодня я говорил о 233 миллионах долларов, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. Тем временем в Казахстане усилены меры по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции. По словам главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, на всех пограничных пунктах и в аэропортах проводится обязательная термометрия въезжающих в страну пассажиров, перевозчиков и членов экипажа. Особенно тщательно проверяют приезжающих из Китая. Ежедневно в аэропорт столицы из этой страны прибывают три рейса, а в Алматы – шесть. На сегодняшний день из Китая в Казахстан заехали более 13 тысяч человек. Ни у кого из них не было выявлено симптомов болезни. По последним данным в Китае зарегистрировано 571 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни погибли 17 человек. Случаи заболевания уже зафиксированы в Японии, Южной Корее, Тайване и США. Все заболевшие посещали китайский город Ухань. Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует воздержаться от поездок в Китай, избегать людей с симптомами ОРВИ, не посещать многолюдные и плохо проветриваемые места. Если ранее сообщали, что инфекция резервируется в экзотических животных, то на сегодня достоверно известно, что вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, увеличилось до 17. Напомню, сообщается, что в провинции Хубей, где впервые была зафиксирована инфекция, заражены уже 570 человек, в том числе сами медики. По обновленным данным, почти 6000 людей, которые могли контактировать с больными, находятся на карантине. Ранее говорилось о 2000-х. В Ухане ситуация на грани чрезвычайного положения официально запрещена появляться в общественных местах без маски. Нарушителей предписания обещают строго наказывать. Уханьским синдромом, так уже прозвали, неизвестный коронавирус расширяет свою географию. Накануне вечером стало известно, что в Санкт-Петербурге из аэропорта Пулково с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Это китайские студенты и гражданин России. К слову, россиянин, прилетевший из Шанхая, сам обратился за медицинской помощью из-за высокой температуры. У обоих, по заявлению Минздрава, коронавирус не подтвердился. Врачи отметили, что нельзя исключать того, что их состояние вызвано обычным ОРВИ. Все прибывающие рейсы из Китайской Народной Республики досматриваются на предмет санитарно-карантинного контроля. Осуществляется бесконтактная термометрия всех членов экипажей пассажиров прибывающих рейсов. Проводится опрос, информирование пассажиров о ситуации в КНР и анкетирование. Вице-премьер госсовета КНР Сунь Чунь Ланя посетила Ухань с инспекцией. В этом городе, который стал источником распространения коронавируса, нового типа сейчас принимают самые строгие меры по обузданию инфекции. Сунь Чунь Ланя посетила аэропорт и центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубей. Она призвала обеспечить лучшее лечение для пациентов и безопасность медицинского персонала. Отмечу, в городе проживают больше 11 миллионов человек. А в Ак-Тубе экологи намерены взыскать крупно нефтегазово-добывающей компании больше 3,5 миллиардов тенге. Специалисты провели на заводе, принадлежащем предприятию, внеплановую проверку и выявили нарушение экологического законодательства. В самой компании считают, что проверка необоснованная, а нарушений не было. С жалобой недропользователь обратился в палату предпринимателей. Это тот самый нефтегазоперерабатывающий комплекс, который проверили экологи. Но жалоба прилетела за тысячу километров отсюда. Недоволен работой предприятия оказался житель столицы. Недропользователя внепланово проверили, после наложили крупный штраф. В ходе проверки выявлены, во-первых, подтвердились факты, которые изложены в самой жалобе. Это сжигание сверхнорм кислых газов и сжигание товарного топлива тоже сверхнорм. Представители предприятия заявили, с выводами экологов несогласной нарушений якобы не было. Вызвало у них сомнение и обоснованность самой проверки. Говорят, для ее проведения одной жалобы недостаточно. Нужны более веские причины, то есть конкретные факты. Кроме письменного обращения по зарубая, других фактов нам представлено не было. Естественно, мы были вынуждены это оспорить, обратились в суд. Закон обязывает проверяющих приостановить все действия по проведению проверки до разрешения спора по существу. К сожалению, в этом моменте данные соблюдения нам не было. Проверяющие продолжили проводить проверку. Более того, оформили результаты проверок. Доводы сторон сегодня выслушали в Палате предпринимателей. Эксперты заявили, что визиты контролирующих органов участились. За два месяца до внеплановой проверки на заводе уже побывали экологи. И такая бдительность может негативно отразиться на бизнесе. По результатам этой проверки был наложен два административных штрафа на сумму порядка 3,5 миллиардов тенге. А до этого была также комплексная проверка. Но были нарушения, но не на такую сумму. И не такие нарушения были выявлены. Теперь мы под сомнение ставим, почему здесь идет же и противоречие. Госорган сам себе же противоречит. В части того, что ЖНГК проверялась уже в 2019 году, летом в июне месяце, хочу сказать, что да, проверялась и запрашиваются те или иные документы. Но разница в том, что при проведении внеплановой проверки в конце 2019 года, Вся сумма, которая нами предъявлена, исходила из тех документов, которые ранее, в ходе профконтроля или плановой проверки, так скажем, оно не предоставлялось. Сегодня конфликтующие стороны впервые сели за стол переговоров. Но конструктивного диалога не получилось. У каждого своя позиция. Сейчас постановление Департамента экологии инвестор обжалует в Комитете экологического регулирования. И уже от его решения будут зависеть дальнейшие действия сторон. В случае необходимости они продолжат защищать свои интересы в суде. Наталья Салькова, Н1 Молдобеков, Октубе, Хавар 24. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриши выступил перед делегатами Генсамблеи о приоритетах на 2020 год, который будет юбилейным. В этом году Организация Объединенных Наций отметит свое 75-летие. Глава ООН достаточно откровенно говорил о проблемах, которые угрожают человечеству. Главной угрозой он сравнил с четырьмя всадниками апокалипсиса. Это геостратегическая напряженность, изменение климата, рост недоверия на глобальном уровне и опасность новых технологий. Антонио Гутерриши рассказал о темной стороне и вреде цифровизации, которая становится инструментом подстрекательства и распространения ложной информации. Автоматизация сместит десятки миллионов рабочих мест к 2030 году, поэтому нужны более инновационные подходы к сетям социальной защиты и переосмыслению концепции работы, сказал генеральный секретарь ООН. В следующем году ущерб от киберпреступности обойдется в 6 триллионов долларов. Что же касается изменения климата, то Антонио Гутерриш отметил, что мир приближается к точке невозврата. Стремительное глобальное потепление растапливает прежние температурные рекорды. Последнее десятилетие было самым жарким с начала наблюдений. Ученые объясняют, что океан накрывается с такой скоростью, как если бы каждую секунду взрывались пять бомб, сброшенных на Хиросиму. Миллион видов растений и животных находятся на грани исчезновения. Если не будут предприняты необходимые действия, мы обречены. И в завершении в Паладаре открылась выставка «Наследие Абая». Экспозиции в город на Иртеше привезли из дома музея Абая, расположенного в Жидебае. Презентация уникальных экспонатов из жизни Великого Акэна состоялась в новом мультимедийном музее Ертес. Среди них есть и личные вещи Абая Кунанбаева, музыкальные инструменты, одежда, посуда и даже домашняя утварь. В целом же в фонде музея хранятся более тысячи картин, в том числе работа молодой Абай, которую впервые вывезли за пределы музейно-мемориального комплекса. Все желающие могут посетить эту выставку до середины февраля. Для нашего поколения, для будущего поколения это действительно большое наследие. Слова Великого Абая тоже являются его великим наследием. И, наверное, лучше об Абая не скажет никто, как его произведения, которые приехали сегодня, Семипалатнинска. Великого Абая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова